В одном из петербургских заказников сегодня выпустили на волю орлана-белохвоста два года назад. Парализованную птицу подобрали на берегу Москвы-реки. Свободолюбивый хищник вместе с орнитологами боролся за возможность вернуться к полноценной жизни, что с подобным диагнозом практически невозможно. Но чудо случилось. Почему орлана прозвали Рустик и зачем перед выпуском ему сделали маникюр, знает Мария Марченко. В этом ящике белохвостый орлан. Два года назад его нашли на берегу Москва-реки. У пернатого хищника был поражен спинной мозг. Он мог только беспомощно лежать. Целый год врачи боролись за жизнь птицы. Когда она была в плохом состоянии, это было совершенно милое существо. Но когда она стала выздоравливать, у нее проявился вот этот агрессивный характер, такой орланий характер. И она, когда у нас Валерия содержалась, она очень негативно всегда относилась к любым людям. То есть она начинала биться, ей стремиться убежать. То есть это вот существо, которое создано для жизни на воле. За силу духа орнитологи назвали Орлана Рустиком в честь Рустама Набиева, человека, который потерял ноги, но не сдался, а покорил Эверест. К выпуску подопечного на воле в госпитале готовились как к спецоперации. Соорудили комфортный дом для перевозки. А накануне большого путешествия из Москвы в Петербург птицы даже сделали маникюр. Когти тупые, потому что она сидела в неболе. Нам нужно ее лишь подточить, чтобы птица могла на воле нормально ловить добычу. Выпускать орлана решили в Петербурге, на границе заказника, северное побережье Невской губы. Здесь есть все условия для жизни этих хищных птиц, которые питаются в основном рыбой. Величественный полет закончился в ближайшей лесополосе. Обнаружить птицу среди деревьев помогли вороны, которые сразу же слетелись к укрытию Рустика. Они и выгнали конкурента на берег Финского залива. Несмотря на недовольство коренных обитателей этих мест ворон и чаек, Рустик какое-то время сидел на берегу, собирался с силами. Все-таки он два года провел в неволе. В естественной среде, в природе он смотрится, конечно, уникально. Это просто очень красиво. И наша задача сохранить эту красоту, чтобы она осталась как можно дольше. И видели и наши дети, и наши внуки. И мы предоставили даже с учетом сложнейшей нашей антропогенной нагрузки в Санкт-Петербурге возможность птицам здесь и находиться, и во время перелетов, и будем всегда защищать. Перед выпуском Рустика окольцевали, так что специалисты будут в ближайшие месяцы пристально следить за его судьбой. В случае неприятностей сразу же придут на помощь своему питомцу, который, несмотря на сложный характер, стал родным. Белохвостые орланы моногамны. Со своей парой могут прожить десятки лет. Так что сегодня Рустик не просто обрел свободу, но и получил шанс встретить свою любовь и создать крепкий семейный союз. Мария Марченко, Олег Сергушев. Новости. Телеканал Санкт-Петербург.